Здравствуйте! В 1956 году научно-исследовательское управление транспортной службы армии США запустило программу по исследованию новых типов винтокрылых летательных аппаратов. Данная работа выделилась в два направления – летающие платформы и летающие джипы. Для проектирования последних в 1957 году контракты получили три фирмы – Кертис Райт, Крайслер и Песецкий Аэрокрафт. Для начала, я думаю, нужно уточнить, что разработка аппаратов типа летающий джип не подразумевала создание гибридных автомобилей, как, например, это было с британским Ротто Багги, а была направлена на создание экспериментальных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. По мнению военных, аэроджипы должны были заполнить пробел между автомобилями и вертолетами. Компания Кертис Райт собрала свою машину под обозначением ВЗ-7 в 1958 году. Аппарат представлял собой несущую раму, на которой монтировался турбовинтовой двигатель, четыре несущих винта малого диаметра, по два с каждой стороны, рабочее место пилота, топливный бак, шасси и систему управления. Инженеры попытались максимально упростить конструкцию в угоду транспортировке и обслуживанию. ВЗ-7 имел следующие габариты. Длина 5,18 метра, ширина 4,87, высота 2,83 метра. Экипаж состоял из одного пилота. Его рабочее место находилось в носовой части аэроджипа и представляло собой полностью открытую кабину, состоящую из кресла, приборной доски и рычагов управления. Далее шло отделение, где размещалась силовая установка. Общий вес машины составлял 771 килограмм. Четыре вертикально расположенных пропеллера приводились в движение одним турбовальным двигателем турбомека Artaus T2B мощностью 425 л.с. Максимальная скорость полета составляла 51 км в час, практический потолок 60 метров. Управление осуществлялось с помощью изменения оборотов на одном или нескольких винтах и рулевой пластины, расположенной в выхлопной струе двигателя. Испытание двух прототипов ВЗ-7 происходило с 1958 по 1960 год. Для привлечения внимания военных специалисты Кёртис Райт установили на одном из аэроджипов 75-мм безоткатное орудие М-20 или 57-мм М-18. Речи о стрельбе с воздуха, конечно, не шло, но это была демонстрация того, что ВЗ-7 мог доставить противотанковую пушку туда, куда не сможет проехать наземный транспорт. Машина поднимала в воздух груз до 180 кг, из-за чего ее предлагали переклассифицировать в летающий грузовик, но не срослось. Тестовые полеты показали, что ВЗ-7 имеет высокую стабильность полета, малошумность и простоту управления, не требующая от пилота высокой квалификации, но на этом плюсы заканчивались. Помимо того, что пропеллеры ничем не были защищены и представляли собой серьезную угрозу для пилота и обслуживающего персонала, летно-технические характеристики аэроджипа не устроили военных. В 1960 году два прототипа были возвращены в Кёртис Райт, а разработка ВЗ-7 прекращена. Компания Красслер представила свою модель летающего джипа под обозначением ВЗ-6 в 1959 году. Этот аппарат вертикального взлета и посадки имел прямоугольную форму, закругленную носовой и кормовой частью. Как и компания Кёртис Райт, компания Красслер сконструировала два экспериментальных аэроджипа и представила их для армейских испытаний. Основные характеристики летающего джипа ВЗ-6 были следующими. Длина 6,55 метра, высота 1,57 метра, вес всей машины составлял 1089 килограмм, экипаж 1 человек, два трехлопастных пропеллера диаметром 2,59 метра каждый размещались в носовой и кормовой части аэроджипа. Место пилота находилось по центру со смещением влево от продольной оси. По правую руку от него находился двигатель Лай Каминг мощностью 500 лошадиных сил. Для увеличения подъемной силы инженеры компании Красслер оснастили аэроджип ВЗ-6 резиновой юбкой. Над пропеллерами были установлены специальные жалюзи, которые вместе с изменением мощности вращения винтов предназначались для управления аппаратом в воздухе. Рабочая высота составляла от 1,5 до 4 метров, не более. Испытания данного летающего джипа показали, что машина весом в 1089 килограмм оказалась слишком тяжелой и маломощной. Наблюдались огромные проблемы со стабилизацией аппарата в воздухе. Так, во время первого непривязанного полета один из прототипов перевернулся и был поврежден без возможности восстановления. Пилоту удалось спастись без серьезных травм. Второй прототип Красслер ВЗ-6 испытывался до 1960 года, но каких-то выдающихся результатов аппарат так и не показал. Наоборот, данный летающий джип демонстрировал наихудшие летные характеристики и не заинтересовал армию США. В итоге оба прототипа аэроджипа от компании Красслер прекратили участие в конкурсе, а позднее были разобраны и не сохранились до наших дней. Наибольших успехов в данном направлении добилась компания Песецкий Аэрокрафт. В рамках программы «Летающий джип» данная компания также разработала два аппарата вертикального взлета и посадки, а позднее неоднократно модифицировала их. Первый аэроджип приступил к армейским испытаниям 12 октября 1958 года, но обо всем по порядку. Внешний образец компании Песецкий Аэрокрафт был похож на прототип фирмы Красслер, тот же прямоугольный корпус с закруглениями в носовой и кормовой части, где были установлены туннельные трехлопастные пропеллеры диаметром 2,26 метра. Согласно внутреннему обозначению Песецкий Аэрокрафт, первый аппарат имел обозначение модель 59К Skycar. Военные присвоили свое обозначение WZ-8P AeroGrip-1. Данный аэроджип имел длину равную 7,95 метра, ширина прототипа составляла 2,87 метра, высота 2,10. Рабочее место пилота располагалось справа от продольной оси WZ-8P и снабжалось стандартным вертолетным управлением. По левую руку от него располагалось свободное пространство, которое могло быть использовано для перевозки грузов или трех человек. В испытаниях принимал участие сам Франк Николас Песецкий. В воздух WZ-8P поднимали два четырехцилиндровых оппозитных мотора Lycoming O360 A2A мощностью 180 л.с. каждый. Вращающий момент передавался на винты с помощью единой трансмиссии, поэтому летающий джип мог оставаться в воздухе даже после отказа одного из двигателей. Масса пустого воздушного судна составляла 838 кг. Максимальная взлетная масса 1065 кг. Все это позволяло разгонять WZ-8P до максимальной скорости в 104 км в час. Маршевая скорость аэроджипа составляла в 80 км в час. Хотя аппарат был создан для полетов на высоте от полутора до четырех метров над землей, он был способен подниматься и на сотню метров, что позволяло ему легко преодолевать большинство препятствий. Также WZ-8P мог передвигаться на колесах своего трехстоечного шасси. В отличие от машины фирмы Chrysler, летающий джип Песецкий Айкрафт обладал очень высокой устойчивостью, легкостью управления и неплохой надежностью. В сравнении с WZ-7 от компании Curtis Wright, на аэроджип WZ-8P сочли возможную установку и использование безоткатного орудия для борьбы с бронетехникой. Предполагалось, что мобильный и юркий летающий джип сможет выскакивать из-за укрытия, приземляться и делать выстрел. Но так как бронирование на данной машине отсутствовало, то времени на долгое прицеливание и перезарядку экипаж позволить себе не мог. Одним из вариантов решения данной проблемы мог бы стать увеличенный темп огня. Для этого на WZ-8P установили безоткатную пушку с револьверной системой перезарядки на 6 выстрелов. Однако наличие на бронетехнике противника зенитных пулеметов сильно нивелировало данное преимущество. После первых испытаний WZ-8P Aerogrip-1 получил новую силовую установку турбомека Artausta 2B мощностью 425 лошадиных сил, такую же, как на Кёртис Райт WZ-7. Армейское обозначение такой модификации сменилось на WZ-8P-1 Aerogrip-1, а в документах фирмы-разработчика такая модель проходила как модель 59N C-Gip-1. После проделанных изменений Песецкий Aircraft решила предложить свою разработку для испытаний военно-морским силам США. Скорее всего, по мнению инженеров, водный летающий джип подошел бы для десантных операций, а также форсирование рек и небольших водоемов. Для проведения дальнейших испытаний на воде WZ-8P-1 получил два поплавка и поступил в распоряжение ВМС. В это время армия США и Песецкий Aircraft продолжали модифицировать аэроджип и установили на него более легкий, но мощный 550-сильный двигатель Garrett Air Research TPE 331-6. Данная версия машины, получившая обозначение WZ-8P-2 Airgrip-1, была последней попыткой усовершенствовать первый прототип. С учетом пожеланий армии Песецкий Aircraft предоставил для испытания второй вариант летающего джипа PA-59H Airgrip-2. Военные дали ему свое наименование WZ-8P-B Airgrip-2. Конструктивно новая машина не сильно отличалась от старой версии. Главным образом, основным изменением подвергся корпус. Он стал изогнутым V-образным. Теперь пропеллеры находились под небольшим углом друг к другу. Это было сделано в угоду более стабильному поведению в воздухе. Количество пилотов увеличилось до двух человек. Были установлены сидения катапульты. Габариты машины также изменились. Длина сократилась до 7,44 метров. Ширина WZ-8P-B составляла 2,81 метра. Высота 1,77. Диаметр винтов был равен 2,5 метрам. В целом, габариты новой модели аэроджипа по сравнению с первым прототипом сократились. Инженеры вернулись к идее с двумя двигателями, и машина получила два мотора Турбомека Артаюста 2С мощностью по 500 лошадиных сил каждый. Благодаря новой компоновке WZ-8P-B получил улучшенные летно-технические характеристики. Максимальная высота подъема составляла почти 1000 метров. Максимальная скорость возросла до 136 километров в час. Из установки двух моторов масса второго летающего джипа составила 1184 килограмма, но при этом масса поднимаемого груза увеличилась до 480 килограмм, что позволяло брать на борт еще трех человек. Испытания аэроджипа Песецкий и Акрафт WZ-8P-B проводились в 1962 году. Все положительные характеристики первого прототипа были присущи и второй модели. Управляемость и стабилизация в полете возросли, отмечалась прекрасная обзорность. Аппарат был способен летать над водой, снегом и любым типом грунта, перелетать в возвышенности, маневрировать между деревьями, домами и другими препятствиями, а также оставаться невидимым для радаров. Но по итогам всех проведенных испытаний, армия США пришла к неутешительному выводу. Концепция летающих джипов не отвечала реальностям современного поля боя, и программа была закрыта. Основная ставка была сделана на развитие вертолетов. Лично мне кажется, что сама идея именно военного аэроджипа была изначально провальной. А вот в гражданском секторе это было бы забавно. Недаром первый образец Песецкий и Акрафт носил имя Skycar, небесный автомобиль, ну или автомобиль для неба. Военные хотели заполнить некий вакуум между автомобилями и вертолетами, ими же и придуманы, а отсутствие какого-то ни было бронирования делало летающие джипы уязвимыми к любому стрелковому оружию вплоть до лука. В настоящее время Кёртис Райт ВЗ-7 и Песецкий Акрафт ВЗ-8 можно наблюдать в авиационных музеях США. А на сегодня это всё, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, есть что добавить и справить прошу в комментарии. Буду благодарен, если вы поделитесь данным видео, предложите материал для обзора и порекомендуйте канал друзьям. Также не забывайте про группу ВКонтакте, там я выкладываю дополнительный материал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok